Здравствуйте, с вами Андрей Иванов и вы смотрите программу в центре внимания. Сегодня мы с вами, а также с представителями общественной палаты Ангарского округа прогуляемся по городу. Общественники проводят работу с жителями, реагируют на обращения и выезжают на проблемные участки. Мы посмотрим, как обстоят дела с уборкой мусора и кошением травы в кварталах. Скажу заранее, картина не радует. Но есть пути решения, об этом тоже расскажем в программе. Ангарск неоднократно выигрывал различные конкурсы. Он становился самым благоустроенным, побеждал по качеству городской среды, а также признавался самым чистым. Отстоять последний титул в сегодняшних реалиях непросто. Почти год назад наша телекомпания провела рейд по городским площадкам ТБО. Тогда замусоренность многих из них шокировала. Казалось бы, прошел год, однако ВОЗ и ныне там. В общественную палату Ангарского округа продолжают поступать жалобы от горожан. Сейчас повсеместно замечаем такую картину, и к нам поступают жалобы, в том числе в телекомпании «Актиз» о том, что возле площадок ТБО скапливаются огромные кучи мусора. Сами вроде бы баки, они опустошаются, а вот это не убирается. В чем причина? Вы как представитель общественной палаты можете сказать? В общественную палату также неоднократно обращались жители кварталов, близлежащих, по поводу наполнения мусорных контейнеров. И рядом площадей, между площадью, все завалены мусором. Ну, прежде всего, наверное, причины близлежащей организации, возможно, ввезут садоводств, садоводы кидают помимо. Ну и одна из главных причин, это, наверное, управляющая компания. Просто, как мы видим, здесь по мусору лежит прошлогодняя листва, подметенная от... Где-то собрали, сюда, да? Подметенный мусор, то есть вот они складировали, до сих пор ничего не увидено. Конечно, это полнейший беспорядок. Проходя мимо, ну, кроме негатива, ничего данная картина не вызывает. Мы сейчас просто проезжали, вот там, там тоже мешки, видимо, опять собрали какую-то листву, и они скоро здесь окажутся, и также будут лежать. Возможно, да. Вот в соседнем квартале, граничащем в 61-м, там такая же картина. Мусор весной управляющая компания собрала в мешки, и как они все на газонах стояли, так по сегодняшнее число и стоят. До сих пор не вывезены. А вот это один из дворов 26-го квартала, и, судя по всему, здесь вообще никто не убирается. Я смотрю, все заросло травой, какие-то старые ржавые детские качели. Как к этому относится общественная палата Ангарского округа? Также неоднократно жители обращаются именно непосредственно на работу управляющих компаний. Так как, ну, вы видите своими глазами, в каком состоянии территория, мусор не убирается совершенно. Вот складируются доски, ветки, трава не покошена, детские площадки. Косить траву – это их обязанность же, да? Ну, конечно, это закладывается в тариф, который жители оплачивают управляющей компанией. Но, как мы видим, управляющая компания недобросовестно относится к своим обязанностям и, к сожалению, за территорией не ухаживает. Вот еще для понимания, и в том числе наших телезрителей, то есть вот за этот беспорядок вот эти люди, которые здесь живут, платят? Конечно. Это какой-то нонсенс получается, да? Да, к сожалению, так у нас устроено, что люди платят, но спросить с управляющей компанией, к сожалению, не у всех, наверное, хватает решимости и возможности. Это дерево, мне кажется, вообще представляет опасность? Да, на территории старой части города у нас очень много тополей, которые находятся в аварийном состоянии. Очень много тополей уже больных, некоторые тополя завалены, как правило, которые представляют опасность, так как и дети во дворах гуляют. И это тоже одна из больших проблем, которую нужно решать. Вот пытались решить, да? Я сейчас слышу из окон этого дома детские какие-то возгласы, кто-то там ребятишки играет, видимо, поэтому они дома находятся, что здесь играть невозможно. Вот это что такое? Ну, как мы видим, вероятно всего, было удаление аварийного тополя. К сожалению, управляющая компания не удосужилась за собой даже вывести эти ветки. Все складировано на детской площадке и брошено. Я считаю, что это даже очень травмоопасно для детей, может привести к необратимым последствиям. Поэтому тоже эту проблему нужно решать. Еще раз, вот здесь живет достаточно много семей, много людей, их дети играют вот здесь. Ой, не надо меня снимать. Вот мы сейчас в представительной общественной палате здесь находимся, тоже есть вопрос у него. Да, как оцените работу своей управляющей компанией на территории? Ну, нет, убирать-то дворники-то убирают. А вот там куча мусора возле баков, ее окон-нибудь убирают или она всегда там? Я туда не это самое. Куда мусор у нас? У меня ребенок ходит по работе и на ту сторону в тот, да, есть кому-нибудь. Понятно, а ребенок здесь играет? Внук? Ну. Играет. Что отвечает управляющая компания, которая обязана это сделать? Центр. Ну, прощая компания. Компания-центр. Вот за вот это все отвечают. Ну, а они вам что отвечают на ваши просьбы? А все отвечают. Нет, они, по сути-то, они все пока не можем. Трава по пояс, никто не косит, ничего. Играет, и дети это нечем. А хоть раз в этом году косили? Хотя бы один раз в этом году траву косили? Нет. Вот именно, ни разу не косили ничего. Я уже сама кучу собираю. А мусор уже тоже? Собрал, кто-то не собрал. Там он вообще не собрал дворник. Я уже сама выгребаю. 80 лет мне бабушке. Сама выгребаю. Он уже за дерево. Прямо на проход кучу собрала. Думаю, может, запнется кто-то из начальства. И уберет вот это все. Никто ничего не убирает. Сейчас мы приехали в совсем другую точку города Ангарска, но тоже в старой части города. И здесь вот есть наглядный пример. Я так понимаю, здесь одна управляющая компания, а здесь другая. Как это можно объяснить? Ну, сложно не заметить, что если сравнить картинку справа-слева, то мы видим работу управляющих компаний. Справа у нас... Косят траву, пока. Косят траву. Слева у нас трава не косится. Трава высотой уже, наверное, больше полутора метров, которая уже перекрыла прекрасные елочки. Но явно как в прошлый раз, да? В прошлой точке там тоже в течение года еще ни разу не косилась трава. Да, здесь мы тоже видим, что трава еще ни разу не косилась. И опять перед глазами у нас ужасная картинка. Управляющая компания «Центр», которая не может, к сожалению, выполнять свои должностные обязанности. Я так понимаю, куда бы мы ни приехали на любую мусорку, но, по крайней мере, в центре города, мы наткнемся точно на такую картину. Да, вы абсолютно правы. Практически на всех мусорных площадках, расположенных в ближайших кварталах, к сожалению, вот такая вот ситуация. Я, как неравнодушный ангарчанин, крайне возмущен работой управляющих компаний, то, в каком виде содержатся площадки, почему на это должны смотреть дети, люди, которые живут в городе. Это полнейшее безобразие. Нужно принимать срочно меры. Я готов подключиться к данному вопросу. Тут две управляющие компании, потом 49-й квартал, третья компания. И вот эти дома, они не туда носят, во двор, а, ну, рядышком, раз, и сюда все сбрасывают. Потом еще у нас тут очень такая дорога, еще одна образовалась, что у нас постоянно ездят, и когда никого нет, раз, подъезжает машинка, откуда неизвестно, открывает багажник, мусор вытаскивает. И я даже вот один раз одному мужчине, такому пожилому, сделала замечание. Но этот мужчина, он, так сказать, на меня так это глянул. Думаю, никого нет. Ну, и знаете, бабушку можно обидеть. Поэтому это как-то, ну, я как бы не сильно-то испугалась, но все равно. Прям не знаю, вот хочется, чтобы город хороший был. Вот, очень хочется. Андрей, вы посмотрите на данную картинку, почему жители должны платить за услуги, которые им не оказываются. Это просто невозможно уже на это смотреть. Город, город должен быть чистым. Данная ситуация наш город абсолютно не красит. Это практически центр города. Это просто ужас. А вот член общественной палаты Виталий Кузьменко вместе с нашей съемочной группой заглянул в квартала, расположенные в противоположной части Ангарска. Здесь тоже есть проблемы. А, как говорится, если увидеть, признать проблему, это уже шаг на пути ее исправления. Виталий Васильевич, вы являетесь членом общественной палаты Ангарского городского округа, занимаетесь самыми различными вопросами, в том числе и общественным контролем. Расскажите об этой деятельности. В общественный контроль входит контроль подрядных организаций, которые работают сегодня на территории Ангарского городского округа, тех организаций, которые занимаются благоустройством. В том числе к нам обращаются жители по различным вопросам и касающимся безопасности, комфорта городской среды и так далее. Вот мы сейчас находимся во дворе 212-го квартала, между домами 7 и 8. И за мной, на мой взгляд, очень прекрасный такой двор с высокими деревьями, такая прям парковая зона. А, собственно, вот рядом мы видим другую картину в этом же дворе, где отслоившаяся стена, которая вот-вот скоро упадет, уже накоренилась трава, почти что по метру высотой не скошенная. На наш взгляд, это реальная проблема, это лицо нашего города, и эти проблемы нужно устранять. То есть нужно искать пути решения. Вот какие видите пути решения? Ну, во-первых, нужно вести диалог с собственником здания, которому принадлежит прилегающая территория. Если собственник не реагирует, не пытается исправить ситуацию, конечно, нужно привлекать административный ресурс, делать предписание и решать эту проблему уже другим образом. Вот по данной локации, как часто обращаются ангарчане? Было несколько обращений. В основном это связано с безопасностью, потому что вот стена, о которой мы говорили, она на грани того, что она упадет. Вот здесь на ступенях мы видим вскрытую арматуру, где люди действительно могут получить травму. Я вот часто сюда приезжаю, почти каждый день. Ну, это вообще бардак здесь получается. А сколько лет уже такая проблема? Ой, давно. У меня вот в этом доме отец жил. Я тут постоянно. Ну, года 3-4 это точно. Часто бываю около этого здания. Ну, как бы вот надлежащего вида, вот таких ступенек. Ну, неприемлемо. Надо отремонтировать. Там же и арматура торчит, и все. И пожилой человек сюда, ну, никак не поднимется. Еще бы даже можно было, не мешало бы сделать для инвалидах-колясочников такую. Ну, панк бы всегда. Виталий Васильевич, ну, довольно часто ангарчане обращаются и по вопросам, касающимся внешнего облика города. Вот даже сейчас мы видим, что некоторые стены зданий исписаны, изрисованы. Вот как бороться? Действительно, такая проблема есть. Я не скажу, что в Ангарске она часто, может даже за редким исключением. И в рамках общественного контроля мы, конечно, реагируем, как общественная палата, на такие ситуации. И, естественно, пытаемся исправить ситуацию всеми силами. То есть, разговаривая с собственниками здания и с организациями, которые могут поучаствовать в данном вопросе. А если разговоры не помогают, какие пути решения есть еще? Ну, есть, конечно же, предписания. То есть, если нужно, необходимо подключать административный ресурс и использовать те рычаги, которые сегодня может применять администрация. В общественную палату также поступают обращения по поводу разных павильонов, киосков, которые сегодня в многочисленном количестве у нас есть в городе. И часть из них, они либо выглядят каким-то ненадлежащим образом, не производятся ремонты или вообще не эксплуатируются. Тогда вопрос, зачем они нужны. Общественная палата обратилась к администрации города и к Сергею Анатольевичу, мэру нашего города. По данному вопросу было заседание на этот счет. И наш мэр заверил, что этот вопрос взят под особый контроль. И есть план стратегический в отношении города Ангарска. Данные павильоны, которые не соответствуют действительности и не эксплуатируются совершенно, не ремонтируются, не будут убираться с территории города. Я думаю, вы согласитесь, что на особом контроле именно детские территории находимся сейчас в одном из ангарских дворов. Вот какая здесь проблема? Сейчас мы находимся под качелей, которой нет. Есть каркас, но нет качелей. Кто-то когда-то вандально ее вырвал, унес с собой, и она не восстановлена. И вот еще слева от меня должна быть тоже качеля, есть каркас, но ее нет. Но на детской площадке, конечно, качели – это такая приоритетная вещь. Поэтому то, что касается вопросов, связанных с детьми, с их отдыхом и пребыванием, это вопрос безопасности обязательно, потому что здесь уже небезопасно. Потому что каркас есть, а качели – нет. И вопрос их отдыха, он должен соответствовать действительности. Мы видим, что, в принципе, есть различный спортивный лентарь, но не хватает качелей. Вот это проблема? Да, очень. Ее постоянно ломают. Тут очень хорошие качели. На ней постоянно все качаются, она от этого ломается. Как бы с качели, на качели – весело. Все хотят на ней покачаться. Пользуйтесь просто. Да. Иногда охота просто сесть, покачаться, допустим, отдохнуть, ну, повеселиться. И не быть, еще есть проблемы на спортивной площадке, может, еще что-то нуждается в ремонте? Ну, то, что вот отломали вот эти вот деревянные балки. То, что вот тут, ну, как сказать, проплешины, и иногда ты можешь просто идти, спотыкаться об них, можешь какую-то травму получить. А кто несет ответственность за эту территорию? Ну, по идее, данная площадка относится к конкретным жилым домам. И когда-то по народной инициативе ее здесь сделали по определенной программе. И сейчас, конечно же, жители домов, они должны ее удержать в должном состоянии. Поэтому мы будем обращаться к жителям с этим вопросом и искать совместные пути решения вопроса. Если у них нет такой возможности, недостаточно средств, то есть различные программы. И мы будем смотреть, есть ли возможность войти в эти программы по поводу данной территории. Находимся сейчас возле бассейна Ермака. Видим, что ведутся работы строительные. С чем связано? На данном участке теплосети производили работы по замене труб. Сделали обратную засыпку, но территорию до конца не доделали, не заасфальтировали. Местные жители обратились в общественную палату. И я был направлен сюда с общественным контролем. В начале этой недели мы встретились с представителем теплосетей. Он объяснил нам ситуацию, сказал, что грунт должен сделать просадку. И на этой неделе, с середины недели, со среды конкретно, работы возобновятся. И все будет восстановлено должным образом. Сейчас глава округа Сергей Петров в ежедневном режиме посещает объекты городской инфраструктуры, на которых ведутся ремонтные работы. В одном из таких визитов мы услышали очень важную информацию, которая касается темы нашей сегодняшней программы. Давайте посмотрим. Первый объект благоустройства, который посетила местная администрация – общеобразовательная школа номер 31. Здесь установили обновленные ограждения, а также благоустроили территорию. Но проблемным вопросом остается состояние спортивной площадки. Впрочем, этот вопрос намерено урегулировать до конца текущего месяца. В рамках социально-экономического развития была возможность выполнить ограждение данного учебного заведения. Все пожелания заказчика, руководства школы были выполнены. Согласованы все работы. Подрядчик выполнил все в срок. Я считаю, что заметно облик поменялся. Теперь проезжаем мимо школы, мы наблюдаем и хороший стадион, и хороший вид. Приближаются к завершению аналогичные работы и в 29-й школе. Ранее здесь установили новые футбольные ворота, многофункциональную спортивную и баскетбольную площадки, лавочки и освещение. Также на встрече к мэру Сергею Петрову обратился лидер проекта «Народный контроль» Виталий Тюремин. Его интересовал вопрос, связанный с содержанием общественных территорий в должном виде. Это касается покоса травы, вывоза мусора и многих других значимых тем. Мы сделаем установочное совещание, соберем все, пригласить надо все управляющие компании. И части на системной основе собираем сведения. От общественной палаты попросим, депутатов попросим, чтобы они проблематику собирали. Раз в две недели, допустим, будем проводить совещание управляющих компаний по содержанию территории. Именно содержание территории. После школ делегация отправилась на проверку дошкольных учреждений. В 25-м детском саду полностью обновили асфальтовое покрытие. Сотрудники отметили, что работы выполнены безупречно. Но из-за сильных ливней вода стекается в подвальном помещении. Ко всему прочему, главный вход здания требует капитального ремонта. Остается две проблемы. Это самая низкая точка, куда стекается вода. Но нашли техническое решение, каким образом это можно сделать. В ближайшее время, я думаю, что проблема решится. И второй вопрос – это крыльцо, которое вот как раз рядом с нами находится. И уже сделан проект на реконструкцию этого крыльца с сохранением архитектурного вида здания. В 2024 году в рамках областной субсидии в Ангарске благоустраивают более 15 общеобразовательных и дошкольных учреждений. Общая сумма затрат превысит 60 миллионов рублей. Помимо намеченных работ, решаются и второстепенные задачи, к которым не могли приступить долгие годы. Так ли должны выглядеть по-настоящему ухоженные дворы Ангарского округа? Ну, конечно же, нет. И в нашу редакцию, в общественную палату поступает куча жалоб и обращений. Будем внимательно следить за результатом работы по этим жалобам. Андрей Иванов, программа «В центре внимания». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok